МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях в стране и мире расскажу вам я, Сергей Гергель, и мои коллеги из редакции информационных программ телеканала Хабар 24. И коротко о главном. Много тратят, мало платят. Жители Явленки на севере страны могут оставить без водозаборных колонок. Есть ли альтернатива для сельчан? Учителей зоопарты, мошенников под суд. Больше 300 педагогов в Шимкенте улечили в покупке поддельных сертификатов аттестации. Неуправляемы и никому не нужны. Казахстанские астрономы будут отслеживать мусор в космосе. Для чего это необходимо ученым? И обо всем по порядку. В Шимкенте уже у семи пациентов выявлен штамм коронавируса Дельта. О новых случаях заражения сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Известно, что один из пациентов недавно вернулся из Таджикистана. Остальные шестеро не покидали пределы мегаполиса. Сегодня Шимкент перешел в красную зону. За сутки в мегаполисе выявили больше 140 инфицированных. В их числе новорожденный малыш. Ему нет еще и месяца. Санрачи отмечают, индийский штамм намного заразнее и опаснее его предшественников. В большинстве случаев необходима госпитализация. По секвенированию анализов от больных коронавирусной инфекцией проводится дальнейшее обследование анализов на мутацию вируса. По последним анализам, 20 анализам, в первичном этапе исследования уже известно, что из города Шимкент положительный результат на Дельта-штамм. В семи случаях положительный результат сообщено нам. После последующих этапов исследования будет окончательный результат. В Алматинской области Дельта-штамм коронавируса подтвердили уже у двух жителей. Сейчас они госпитализированы и получают лечение. Заболевшие проживают в Толгарском и Каратальском районах. В настоящее время устанавливают тех, кто контактировал с ними. Вакцинация в регионе продолжается. До осени планируют привить больше миллиона человек. План пока выполнен на треть. На фоне ухудшения эпид-ситуации в столице снова ужесточили карантин. Уже в третий раз за неделю. Об этом сообщили в Акимате города. С 4 июля общепит по Ашик будет работать не до двух ночи, как раньше, а до 22.00. Летние террасы также сократят часы приема посетителей до полуночи. Деятельность фитнес-центров без программы приостановят полностью. Тем, кто подключен к системе, разрешат функционировать по будням. Общественный транспорт также не будет курсировать по воскресеньям. Мониторинговые группы будут работать круглосуточно. Но вот казахстанцам, не получившим вакцину против коронавируса, ограничат доступ на рабочие места. Их обяжут раз в неделю сдавать ПЦР-тестирование. Главный санврач страны Ерлан Киясов уже подписал новое постановление. Исключение сделали лишь для тех, у кого есть медицинские противопоказания и переболевшим коронавирусом в течение последних трех месяцев. Отмечу, попасть на рабочее место не смогут невакцинированные сотрудники объектов сферы услуг, торговли, культуры, образования, общественного питания и других объектов жизнеобеспечения. За нарушение нового правила административная ответственность грозит как работнику, так и работодателю. Налагать штрафы начнут после 15 августа. Для физлиц его размер составит 87,5 тысяч тенге. На сегодняшний день комитетом санитарно-эпидемиологического контроля мы даем время для сферы услуг до 15 июля провакцинироваться первым компонентом, до 15 августа провакцинироваться вторым компонентом. Если они не исполняют данные требования в постановлении, то уже будут наказываться административным кодексом 425-я статья, либо 462-я статья. Для физических лиц и для юридических лиц. Для юридических лиц там указано более 600 тысяч тенге. А для физических? Ну там указано 30 МРП. Ну вот, нестабильная остается эпидемиологическая ситуация и в Атараусской области, регион в красной зоне. Медики призывают жителей области пройти вакцинацию. По последнему постановлению главного санрача сокращен график работы торговых домов, ресторанов и кафе. В регион доставили 250 тысяч доз вакцины, 85 тысяч жителей уже привились. Между тем, в стационарах получают лечение около 400 человек. За сутки выявили около сотни новых случаев. Каждые сутки выявляется 60-80 новых случаев. Тем не менее, принимаются все меры борьбы с инфекцией. Из доставленных доз вакцины 70% первого компонента уже привиты. Также население получило 40% доставленных доз второго компонента. Сейчас медики проводят разъяснительную работу по вакцинации. Около 60% сотрудников вакцинировали в индустриальной зоне Алматы. Свыше 100 имеют медотвод. Те, кто привился, теперь смогут работать даже несмотря на ограничения или ухудшения эпидситуации. Всего на 13 предприятиях трудятся больше 1200 человек. Для того, чтобы они не отвлекались от рабочего процесса, руководители компании специально пригласили мобильную группу врачей. Напомню, в городе работают 307 прививочных бригад. Часть из них выезжает в коллективы и вакцинирует людей прямо на рабочем месте, что позволяет не останавливать производство. Вакцинация происходит с учетом всех ценно-эпидемических требований. Хочу отметить, что специалистами индустриальной зоны Алматы на постной основе проводится разъяснительная работа с компаниями-резидентами о необходимости массовой вакцинации трудовых коллективов. Благодаря этому менее чем за месяц вдвое увеличено число вакцинированных. Сотрудников на предприятиях индустриальной зоны. И обновленные данные по вакцинации населения. Первым компонентом привелись свыше 3 миллионов 413 тысяч человек. Вторую дозу получили свыше 2 миллионов казахстанцев. В Грузии коронавирус стали выявлять у туристов, в том числе казахстанским. С открытием сухопутных границ и снятием большинства ограничений, в стране вновь растет число инфицированных. К тому же в Грузию завезли индийский штамп. Как желание возразить туристическую от сферу оказывает влияние на эпидситуацию в стране, где еще не началась массовая вакцинация населения, расскажет Юлия Тужилкина. В Грузии с наступлением летнего сезона при открытых границах и растущем количестве иностранных гостей появился и новый термин – туристический ковид. То есть коронавирус, обнаруженный у приезжих. И таких становится все больше. Лечиться им приходится за свой счет до полного выздоровления. Примерная стоимость пребывания в так называемой ковид-гостинице – 30 долларов в сутки. Среди заболевших путешественников есть и граждане Казахстана. Поэтому посольство Республики Казахстан рекомендует выезжающим соотечественникам заранее оформлять медицинскую страховку, которая при необходимости покроет и расходы на лечение от коронавируса. За последний месяц подтвердилось более 400 случаев заражения коронавирусом у туристов. Их, конечно, изолировали. Одним из факторов увеличения количества новых случаев инфицирования, безусловно, является повышенная мобильность. Между тем, ограничения в стране постепенно снимают. С сегодняшнего дня в Грузии прекратил действие комендантский час. И это, конечно, радует гостей и жителей, но заставляет нервничать врачей. Ведь эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. В сутки в Грузии фиксируют более тысячи инфицированных. Это вдвое больше показателей начала лета. При этом у некоторых заболевших выявляют более заразный индийский штамм. За последние 24 часа дополнительно зафиксировали 7 случаев дельта-штамма. Это говорит о том, что этот вариант в стране циркулирует. На него приходится примерно от 10 до 20% случаев заболевания. Конечно, эта цифра может вырасти. Сейчас тяжело об этом говорить и с чем-то связывать. Больничный сектор мы тоже мобилизуем. И это все при том, что главное оружие в борьбе с пандемией – массовая вакцинация – в стране идет медленными темпами. На сегодняшний день полностью привито менее 3% населения Грузии. Во многом кампания по иммунизации срывается из-за задержек с поставкой препаратов. Но, как уверяют власти, в этом месяце должна прибыть новая партия из миллиона доз вакцины. Юлия Тужилкина, Шалва, Сур-Белашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Чехия переживает необычный кризис на трудовой бирже. С возвращением к доковидной жизни обнажился дефицит кадров в сфере услуг. Бывшие труженики отрасли гостеприимства отказываются возвращаться к былому ремеслу, отдавая предпочтение новым занятиям. Вот так, гиды вполне уютно чувствуют себя в роли репетиторов или курьеров, а официанты не хотят выходить в зал ресторана из своих автомастерских. Как карантин провел настоящую революцию в трудовой жизни Чехии, расскажет Александр Гресс. Год назад Якуб Брест входил в десятку лучших поваров Праги. Профессионала пытался переманить один из обладателей мишленовских звезд в Париже. Однако слава о виртуозе разбилась о пандемию. Сначала мужчина не смог выехать из страны из-за карантина, а после лишился работы. Так как рестораны повесили на двери замки. Несколько месяцев надежд и ожидания привели экс-повара в автомастерскую. Сегодня вчерашний шеф также виртуозно налаживает авто. Клиентов в разы меньше, чем в ресторане, однако заработок не уступает прежнему ремеслу, говорит Якуб. По кухне я не скучаю. У меня большая семья и теперь кулинария для меня хобби. Я также радую родных вкусными блюдами. Призвание не всегда тебя прокормит. Во время карантина это стало понятно особенно. Зарабатываю я сейчас столько же, как и раньше. Но зато в мастерской устаю гораздо меньше. Да и семью могу видеть чаще. Таких, как Якуб, только в Праге несколько тысяч. Еще полгода назад представители сферы услуг требовали работу. А биржи труда разводили руками. Сегодня ситуация изменилась с точностью до наоборот. Восемь кафе столицы не могут открыться до сих пор. Нет штатных поваров и администраторов. В Пользене ситуация и того экстравагантнее. За одного свадебного распорядителя, ушедшего в частный извоз, борются четыре компании, наперебой обещающие любые преференции. Мы знали, что будет действительно революция, но не думали, что в таких масштабах. Люди поняли, что деньги можно зарабатывать, что называется, руками. Хотя раньше это считалось чем-то наподобие черновой работы. Очень большой спрос на аниматоров, на гидов. Но те, кто еще полгода назад этим занимался, сегодня успешны в другой сфере и возвращаться не собираются. Разумеется, из-за денег. Сами же реформаторы говорят, что дело не только в деньгах. Нынешние профессии, связанные с ручным трудом, дают людям стабильность и гарантии, что в случае прихода новой волны они вновь не окажутся на трудовой обочине. В первую очередь такая позиция закрепилась в окружении ресторанного бизнеса. Осенняя волна пандемии, о приходе которой говорят власти, явно будет связана с очередным закрытием увеселительных заведений и очередной волной безработицы. Александр Гресс, Дмитрий Лукша и Павел Невитт, Хабар-24, Чехия. На западе США и Канады продолжают фиксировать рекордные температурные показатели. Жара привела к большому числу человеческих жертв. На фоне засухи спасатели готовятся к увеличению числа лесных пожаров. Подробнее о погодных аномалиях за океаном в нашем следующем материале. Более ста человек в США стали вероятными жертвами аномальной жары. Больше половины из них – это жители штата Орегон. По официальным данным, они скончались от гипертермии. Около 300 смертей за пять дней зафиксировали в канадской провинции Британская Колумбия. Медики не исключают – эти цифры еще могут расти. Нынешние температурные показатели сильно превышают то, к чему мы обычно привыкли здесь. И это неминуемо влечет за собой последствия как для окружающей среды, так и для здоровья местных жителей. А в западных штатах США из-за жары могут возникнуть масштабные лесные пожары. Часть из них уже бушует в некоторых округах. И, по данным экспертов, по своей разрушительности может превзойти прошлогодние. В Белом доме провели экстренное совещание, пообещав увеличить зарплату тем, кто борется с огнем. По правде говоря, борьба с лесными пожарами – это область, которая испытывает нехватку ресурсов. Однако у нас есть все возможности изменить ситуацию и сосредоточить силы на предотвращении пожаров, улучшить реагирование на подобные инциденты. Самое главное – действовать решительно и быстро. Одной из таких мер станет запрет на продажу фейерверков на День независимости США. Власти городов Портленд и Бент в штате Орегон уже запретили запуск Петард. А пожарные призывают отказаться от пиротехники и другие города западного побережья из-за высокого риска возгораний. Амир Хайдаров, Хабар-24. Жара в Казахстане спадет не раньше, чем через неделю. Об этом нашей съемочной группе рассказали в КАЗ «Гидромете». Примерно 5-7 июля на севере республики, где сейчас температура воздуха местами достигает 41 градуса, придут кратковременные дожди, а после них столбики термометров опустятся в среднем на 10 градусов. Однако ближе к середине июля жаркая погода вновь вернется на большую часть территории страны. В июле месяце на большей части Казахстана ожидается повышенный фон температуры воздуха. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса. В июле месяце на большей части республики лишь в северной половине ожидается в пределах климатической нормы. По остаткам, дефицит осадков ожидается в юго-западной половине Казахстана, а в северо-восточной также в пределах климатической нормы. Около тысячи абонентов в Уральске снова сидят без воды. В этот раз аварии на ветке водоснабжения на пересечении улиц Алматинская и Аталиева и в микрорайоне Строитель. Коммунальная проблема типичная, говорят местные жители. Кроме порывов на линиях в областном центре существует и дефицит питьевой воды. В этой девятиэтажке в микрорайоне Строитель 180 квартир. Не помыться, не уборку сделать, жалуются жильцы. К тому же запасов воды никто не сделал. Теперь приходится покупать. У нас группа есть, КСК, и, значит, скинули в группу, что идут ремонтные работы. Вчера это было в 30 и 1 числа. И все, а до скольки нас никто никогда не предупреждал. Но в 7 утра уже не было воды. Питьевая вода вот у нас продается на доме, аппарат висит, продается. Тут вот в округе много можно купить питьевую воду. Это проблема города. Старые трубы. То один дом сдают, то ремонт. Но нам хотя бы ставили в известность. Если бы мы знали, что у нас есть запас времени собрать воду, а то вода отключается, у нас запасы в ванной же не будет держать каждый день. Ужасно, честно говоря, в душ не сходить, ничего не сделать. Каждый год, что слово у них ломается, и вот так вот приходится выживать. Сейчас на местах порывов работают ремонтные бригады. Воду в дома обещают подключить сегодня. Между тем, из-за сильной жары не успевала охлаждаться турбина, и объем воды, качаемый из Урала, снизился вдвое. К слову, половина из 60 тысяч кубов воды, потребляемой в сутки уральцами, подается из реки. Чтобы решить проблему недостатка воды, нужен целый комплекс мер. Нужен водоотвод от подземного источника до северо-восточной части города. Нужно построить резервуар, чтобы можно было держать там постоянно запас воды. Тогда не было бы перебоев с подачей. Для строительства водоотвода и резервуара по подсчетам специалистов требуется больше 400 миллионов тенге. Вопрос перевода города на полное снабжение из подземных источников сейчас актуален, как никогда, говорят экологи. Река Урал переживает рекордные обмеления. Водокос Базарбаева, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. Вода на вес золота. В североказахстанской области бьют тревогу жители села Явлинка. Там отключают водоразборные колонки. При том, что в райцентре еще несколько сотен домов не подключены к централизованному водоснабжению. А на некоторых улицах разводящих сетей вообще нет. Вот какую альтернативу предлагают селичанам, узнавала Нургуль Ахметова. Вы занимаетесь вредительством, вы людей оставляете без воды. До чего жизнь дошла? Воды нет. Воды нет. В колонки убрали. Жители Явлинки возмущены. В райцентре убирают все водоразборные колонки. А ими тут пользовались многие. Сельчанам предложили два варианта. Покупать живительную влагу в пунктах раздачи, либо подключиться к водопроводным сетям, которые есть не на всех улицах. Нам отсюда нельзя как будто пробивать. Нам только с конца деревни. У нас обходится вода, будет полтора миллиона, два. У нас дома столько не стоит. Обсуждения когда были, он говорит, это моя вода. Начальник вот это говорит, это моя вода. И устанавливать определенные тарифы. Вы даже представить не можете себе, по какой цене выписывают эту воду. Две тысячи тенге за куб воды. Это в поселке, который стоит на берегу реки. 21 век. Как вот здесь можно не возмущаться? Впрочем, даже подключение к центральному водопроводу еще не дает гарантий, что вода в доме будет постоянно. Жители жалуются на частые перебои. Сейчас в летнюю жару, честно сказать, перебои есть. Я не скрываю, как дождь, как прохлада, вода у всех есть. Нет воды? Можно? Нет воды. Можно? Нет воды. Люди говорят, что будет. Лидия Тимофеевна живет в двухэтажке. У нее есть свой небольшой огород. Полив обходится дорого, говорит пенсионерка. За подвоз четырех кубов воды она недавно заплатила 8 тысяч тенге. Учитывая аномальную засуху, хватило ненадолго. В квартире тоже каждая капля на вес золота. Вот второй край. Воздух. Шунит и все, ничего нет. Колонки все убрали. До самого края нет ни одной колонки. Вот 73 года я куда должна бежать? Вот приходится по 2000 выписывать куб. В Явлинке, по словам сельского Акима, раньше было около 60 колонок. Сейчас остались 15, и те скоро уберут. Причин несколько. Слишком большой расход воды и задолженность среди населения. Все приезжают из других деревень, набирают. У нас есть же лимит же по воде на сегодняшний день. Мы ее перебираем. 860 кубов в сутки уходит. У нас накопитель 1000 кубов. В населенном пункте находится 2020 дворов. Из них полторы тысячи – это вода в доме. Вся остальная часть, это где-то 700-650 дворов, пользовались колонками. Из этих 650 дворов оплачивали за воду только 70 дворов. То есть даже 10% нет. Поэтому было принято решение администрации ТУ о снятии колонок. В водоснабжающем предприятии заверили, что 70 жителям Явлинки, регулярно платившим по счетам, воду в дом подведут бесплатно. Но это ничуть не успокаивает сельчан, которые видят, насколько плохо работает старый водопровод. Прошлогодний ремонт системы водоснабжения на 11 миллионов тенге ситуацию не исправил. Дополнительно установленные насосы тоже почему-то не помогли. В местном отделе ЖКХ теперь уповают на комитет водных ресурсов. Комитетом водных ресурсов разработана проектно-смертная документация на реконструкцию напорного узла, здесь в Явлинке, и на строительство разведки водопровода. То есть в некоторых частях Явлинки у нас водопровод попросту отсутствует, то есть он в те времена не был построен. В текущем году мы с ИСИЛСУ, с комитетом водоресурсов отработали. Мы предполагаем, что начнется строительство, реконструкция напорного узла, то есть будет увеличиться мощность накопителя. Стоимость этого проекта около 300 миллионов тенге. Когда будут выделены деньги, еще неизвестно. Жители же просят не лишать райцентра уличных колонок и намерены обратиться в прокуратуру. Нургуль Ахметов, Толли Генеманов, Хабар, 24, Североказахстанская область. В Актау общественные пляжи превратились в свалку. По словам коммунальщиков, отдыхающие не убирают за собой и оставляют горыни отходов. Не утруждают себя заключением договоров на вывоз мусора и предпринимателей, работающие в прибрежной зоне. Они предпочитают складировать его в городские контейнеры. Динара Нургалеева подробнее. Мусорный коллапс на набережной Актау возмутил пользователей соцсетей. Множество нареканий поступают в адрес предпринимателей, которые, по мнению жителей, не приводят в порядок свою территорию. К примеру, эти кадры были сняты в районе городского яхт-клуба, где сейчас 5 дней в неделю работает кинотеатр под открытым небом. На нашей площадке стоит Арасово, но еще таких же у нас стоят еще 3 штуки по всему пляжу и у входа. Этот городской пляж на берегу Каспийского моря бесплатный, как и посещение кинотеатра. Зрители оплачивают только еду и напитки, которые приобретают в местных варьках. После кинопоказа территорию пляжа очищают, но убирать приходится не только за кинозрителями. В воскресенье все убрались, потом пошли отдыхать, то есть понедельник, вторник мы не работаем. Сидень, который связан был с мусором, который в институте гуляет, вот эти фотки, это было снято до нашего прихода. То есть мы открываем смену в 2 часа и начинаем убираться. Есть коммунальная компания, с которой мы договорились о вывозе мусора. То есть мы на пляже собираем весь мусор и оставляем на контейнер. В летний период на Каспийской набережной появляются сезонные объекты общественного питания. Зачастую не все предприниматели заключают договоры с коммунальными службами на вывоз мусора, предпочитая воспользоваться чужим контейнером. И нашим работникам было установлено, что мы предприниматели продолжаем бесплатно выбрасывать отходы в контейнерах, предназначенные для жителей города Актау. Продолжают забрасывать отходами своими контейнера. Контейнерах, мусор в основном состоит из пластиковых бутылок, которые занимают большой объем, и контейнера очень быстро переполняются. Если участок находится в частной собственности, то его владелец должен соблюдать чистоту. Это касается и арендаторов. К примеру, территория, где находится кинотеатр, они должны вывозить мусор. Акиматом будет направлено предупредительное письмо всем объектам предпринимательства на территории набережной. Сейчас вдоль побережья Каспийского моря установлено 87 городских контейнеров. С набережной и городских пляжей мусор вывозят два раза в день. Местные власти планируют установить специальные предупредительные знаки и увеличить количество контейнеров. Ну а жителям и предпринимателям, которые продолжат загрязнять берег, грозит штраф от 60 до 120 тысяч тенге. Динара Нургальева, Салам Адвикпаев, Актал Хабар, 24. Больше 80% существующих в Казахстане полигонов не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Об этом стало известно в ходе пятого Евразийского бизнес-форума, посвященного развитию зеленых технологий в области переработки отходов. Причем основная часть стихийных свалок появляется в стране из-за большого скопления строительного мусора. Казахстанские и международные эксперты обсудили эти и другие экологические проблемы. По официальным данным профильного министерства ежегодно в республике образуется почти 5 миллионов твердых и около миллиарда тонн промышленных отходов. И лишь 20% из них перерабатывают вторично. Птицефабрика в Павлодарской области отравляет землю птичьим пометом. Факт загрязнения окружающей среды выявили экологи. Профилактический контроль показал. Остатки жизнедеятельности несушек выбрасывают прямо на землю. Лабораторные испытания выявили превышение в почве серы, калия, фосфора, магния и кальция. Департамент экологии уже выдал приписание на устранение нарушений, а также подал иск в суд с требованием приостановить утилизацию помета подобным образом. Неприятный запах от птицефабрики досаждает и местным жителям. Они жалуются на постоянное зловоние. В Караганде задержали группу автоворов, которая в течение двух месяцев держала в страхе владельцев машин. в юго-восточном районе города. Злоумышленники действовали в темное время суток. За ночь они успевали выпотрошить до четырех машин. Для поимки серийщиков была создана следственно-оперативная группа. Задержаны три человека, которые уже признали 12 эпизодов. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Все трое ранее не судимы. Возраст от 25 до 27 лет являются жителями Карагандинской области, в частности проживали в районе города Шахтинск. Они в основном воровали автомагнитолы, колонки путем разбития стекла. По каждой автомашине, где они совершали кражи, ущерб разный. Практически в среднем ущерб по одной автомашине составляет от 200 до 300 тысяч тенге. Шемкенские преподаватели оказались замешаны в громком скандале. 348 педагогов заподозрили в покупке поддельных сертификатов аттестации. Купили они их около трех лет назад и даже получали надбавки за повышение квалификации. Обман выявили, когда их коллеги стали жаловаться в правоохранительные органы. В республиканском центре тестирования финансовые полицейские проверили список успешно сдавших тесты. Оказалось, что многие сотрудники городских школ аттестацию на самом деле не прошли. И даже в центр тестирования не приходили. Документ с липовой печати они просто купили. 80% учителей уже вернули в бюджет то, что незаконно получали в течение двух лет. Теперь им придется снова сдавать тесты. А предприимчивые мошенники, которые поставили на поток продажу сертификатов, предстали перед судом. По поводу фальшивой аттестации учителей в данное время возбуждено уголовное дело, идет судебный процесс за мошенничество. В Казахстане вступил в силу новый административный процедурно-процессуальный кодекс. Документ призван облегчить споры граждан с госорганами. Иски теперь будут рассматривать специализированные суды. Они появились во всех 14 регионах и трех городах республиканского значения. Также в городах Каскелен, Семейжис, Казган и Экибастуз. Согласно новому кодексу, в Казахстане будут выбирать председатели районных судов. Это позволит избежать зависимости от вышестоящих судов. Дела, которые находятся в производстве судов и были приняты в производство судов любого уровня до вступления в силу административно-процессуального кодекса, они рассматриваются по правилам гражданского процессуального кодекса, то есть законодательства, действовавшего на момент принятия дела судом. То есть, если это начато, допустим, даже если дело было принято и начато 29 июня, то оно будет продолжаться, рассмотрение его будет продолжаться по правилам ГПК. На 75 вакантных мест сельских Акимов в Карагандинской области партия АУЛ выдвинула 5 кандидатов. Список утвердили на внеочередном онлайн-съезде регионального филиала. Средний возраст претендентов на должность Акимов 40 лет. Сейчас они возглавляют крестьянские хозяйства, общественные и спортивные организации. Филиали уверяют, внимательно проанализировали ситуацию и выдвигают кандидатов лишь в тех сельских округах, где есть реальные шансы на победу. Помимо общей политплатформы, каждый претендент готовит индивидуальные программы развития конкретного села. Естественно, будут актуальные вопросы, которые касаются наших сельчан, жизни наших сельчан. Проблемы села в целом. Это и дороги, и обеспечение питьевой водой, и, конечно, модернизация сельхозтехники. Сельхозтехники, естественно, внедрение новых технологий на селе и диверсификация в целом сельскохозяйственной отрасли. На соискание премии в области науки и техники имени Аль-Фараби поступило 16 работ. Работа сегодня их рассмотрела комиссия под председательством государственного секретаря Крымбека Кушурыбаева. На заседании ознакомились с результатами государственной научной экспертизы и рекомендациями экспертов по пяти секциям. В их числе медицинские и биологические науки, естественные, технические, гуманитарные и сельскохозяйственные. По итогам заседания члены комиссии утвердили работы, прошедшие предварительный отбор на соискание государственной премии. Согласно правилам, список будет опубликован позднее в СМИ. Уже в августе этого года в осы Тургенской обсерватории, которая расположена в горах Северного Тяньшаня, установят три новых телескопа. Эти инструменты необходимы казахстанским астрофизикам для того, чтобы отслеживать потенциально опасные объекты в ближнем космосе и в околоземном пространстве. Все подробности в репортаже Григория Беденко. На этом коротком видео, снятом казахстанскими астрофизиками в горах Тяньшаня, запечатлен первый казахстанский спутник связи Кассат-1. Сам объект — это неподвижная белая точка в центре кадра. В настоящее время он находится на так называемой орбите захоронения, в 40 тысячах километрах от Земли. Как известно, спутник был запущен летом 2006 года, но уже в 2008 в результате необратимой технической неисправности превратился в космический мусор. Подобных неуправляемых и никому не нужных объектов в околоземном пространстве сегодня очень много, и за ними необходимо постоянно наблюдать. Сейчас мы как раз работаем над большой программой, которая так и называется программа по осведомленности о ситуации в околоземном космическом пространстве. Сюда включается оптическая часть наблюдений по геостационарным объектам. Плюс к этому мы стараемся разработать новую систему, которая бы позволила нам наблюдать низкоорбитальные объекты. То есть мы стараемся охватить вообще весь диапазон орбит от низкоорбитальных до геостационаров. Программа по отслеживанию потенциально опасных объектов в околоземном пространстве, наряду с фундаментальными исследованиями, станет основной в деятельности Казахстанского института астрофизики. Она предполагает тесную международную кооперацию. Полутораметровый телескоп АЗТ-20 также можно использовать для отслеживания потенциально опасных объектов в ближнем космосе. К примеру, это могут быть астероиды, орбита которых проходит в непосредственной близости от поверхности Земли, либо фрагменты космического мусора. И вот такие небесные тела подобный инструмент позволяет изучить в самых мельчайших деталях. Информация о подобных объектах очень востребована, особенно теми странами, которые располагают крупными группировками спутников, а также имеют возможность их запускать. К примеру, наши ученые уже в контакте с французской Ариангрупп. На низких орбитах скорость примерно получается от 10 до 12, ну, 14 км в секунду. И для этого нужно успеть отследить, например, объект, ну, там, до минуты, ну, минуты даже максимум, получается 10-15 секунд, чтобы поймать его фотометические данные, спектроскопические данные. Вот этот большой телескоп, большая часть его работы идет, это дальний космос, потому что он большой диаметр, вот, большая светосила и большое поле, тем те телескопы будут обнаруживать объекты, и этот большой телескоп будет подхватывать. То есть всегда идет система из нескольких телескопов, которая дает приоритеты. Такие наблюдения требуют развития инструментальной базы. Поэтому уже в августе этого года в Осетургенской обсерватории планируют установить три новых телескопа. Они будут управляться дистанционно, а вся информация обрабатывается в Алматы, в создаваемом сейчас новом дата-центре. Григорий Беденко, Эдуард Кон, Алматинская область, Хабар, 24. И на этом все. Всего доброго.